Здравствуйте, меня зовут Павел Александрович Леница, я ветеринарный врач-хирург клиники Катанай Псковского филиала. Сегодняшняя тема нашего эфира это довольно специфическая, скажем так, тема огнестрельное ранение у наших домашних питомцев. Кроме огнестрельных ранений мы будем также рассматривать и иные пулевые ранения, которые они могут получать, находясь на улице без нашего контроля. Сама по себе тема очень актуальная. В моей практике, как у хирурга, очень распространены пациенты, получившие не по своей воле подобного рода раны. По моей личной статистике, они больше преобладают, наверное, ранения от пневматического оружия. По огнестрельным реже, но самое интересное, что ранения, полученные в результате охоты, то есть на охоте, они в разы реже, чем ранения, полученные в бытовых условиях. В общем, если рассматривать сам механизм получения пулевого ранения, он связан с тем, что поражающий элемент, то есть сама пуля, покидая ствол оружия, попадает в тело и вызывает определенное количество повреждений. Тип повреждений зависит от множества факторов. Первый фактор – это сам раненщий сценаряд. Следующий фактор – это скорость, с которой он был выпущен. Опять же, факторы – условия вхождения снаряда в тело. По своей характеристике, пулевые ранения можно разделить на два типа. То есть это слепые ранения, когда снаряд остается в теле, и это сквозные ранения, когда снаряд, войдя в тело, покидают его с другой стороны. Все виды пулевых ранений, они опасны. Все они требуют хирургического подхода в лечении. Вообще, изначальная задача пули, историческая, это убивать. Если она не убивает, то она наносит рану, которая в дальнейшем способна убить или сделать животное инвалидом. В механизме образования раны имеют значение несколько факторов. То есть первое – это воздействие ударной волны, момент соприкосновения пуля с тканями. То есть пуля, когда выпускается из оружия, она пролетает определенное расстояние и свою кинетическую энергию передает в объект, в который входит. Перед собой она образует ударную волну, которая усиливается в момент соприкосновения с телом. И эта волна распространяется с большой скоростью и прямо направлена к движению пули. Следующий фактор – это само повреждение, которое вызывает ранящий снаряд. Входя в тело, сам снаряд вызывает разрывы тканей. Он встречается, к примеру, с костями, может вызывать их разрушение. Опять же, передавая свою энергию осколкам кости, он сам заставляет их двигаться. Они тоже вызывают определенные разрушения. В процессе вхождения в тело, в процессе формирования этого раневого канала, также немаловажное значение имеет явление бокового удара. То есть ударная волна будет распространяться в теле не только прямолинейно, но и в стороны, вызывая сотрясение тканей. То есть вот эти ткани, они в момент прохождения пули колеблются с бешеной скоростью, порядка тысячи колебаний в секунду. Это не проходит бесследно для клеток, это вызывает тоже разрушения, которые в дальнейшем проявляются куда позже. Ну и последний фактор – это струя воздуха, которая идет за пулей. Она может затягивать в рану фрагменты шерсти, кожи. И, соответственно, с ними попадают туда бактерии, вызывая уже бактериальное обсемнение раны, загрязнение раны. Когда мы имеем дело с пулевым ранением, врачу следует помнить про то, что сама пуля, она не будет в теле двигаться прямолинейно. То есть встречаясь с различными тканями, с различными средами, она будет менять свое направление. В моей практике был такой случай, когда пуля от пистолета Макарова вошла собаке в носовое зеркало, двигаясь прямолинейно, затем ударилась об клык, несколько раз поменяла свою траекторию и в итоге оказалась в трех сантиметрах от мозговой части черепа в носовой полости. Удаление этой пули заняло несколько часов, так как она находилась в очень труднодоступном месте. Признаками пулевого ранения у вашего животного может быть обычная незначительная ранка. То есть малюсенькая ранка, маленькое отверстие, которое можно принять за укус или прокол. Чтобы проверить нанесену оно пули или не нанесено, кроме осмотра, нам необходимо выполнение рентгена. Так как металлические предметы, они прекрасно отображаются и мы можем визуализировать. Кроме этого, довольно неплохо визуализируется пуля от травматического оружия. То есть плотная резина тоже будет прекрасно отображаться на рентгене. По рентгену можно примерно определить локализацию пули. То есть выполняя несколько проекций под разными углами, мы можем понять, где она конкретно находится и что примерно по пути она могла повредить. От этого мы можем благополучно рассчитать, спланировать даже дальнейшие свои действия. Не все пули, они могут приносить значительный вред животному. Опять же, все зависит от того, с какого расстояния она попала, вот где она локализована. К примеру, некоторые пули у нас бывают просто банально случайными находками. Мы делаем рентген по какой-то одной причине и выявляем, что котик или собачка, штария, жертвой какой-то нездоровой личности, которая решила потренироваться в своей меткости, используя, соответственно, вашего питомца с этой целью. Свинец, он в организме может инкапсулироваться, за счет этого уменьшается его воздействие на организм. Но опять же, наши организмы не испытывают недостатка в свинце, поэтому все, что найдено, желательно удалять. По тяжести повреждений, ну, при любых пулевых ранениях тяжесть она сугубо индивидуальна, так как все зависит от того, куда попала пуля, как она прошла, какие она вызвала повреждения. Если она не убила сразу, то она могла, например, повредить жизненно важные органы, и это может убить в дальнейшем. При поступлении животного в тяжелом состоянии наша задача его в первоочередной диагностировать и стабилизировать. Затем уже будут проводиться остальные хирургические манипуляции. Сама хирургическая работа с огнестрельной или пневматической раной, она связана с тем, что мы должны зачистить этот канал, мы должны извлечь этот предмет оттуда, мы должны устранить те повреждения, которые выявлены в процессе. Если это, к примеру, перелом, то выполнение естественной синтеза. Если это, к примеру, повреждение внутренних органов, к примеру, пуля пробила кишечник, мы должны устранить вот это отверстие в кишечнике. Реабилитация после таких операций, она довольно продолжительная, она довольно сложная. Мы, опять же, следует помнить, что некоторые воздействия, полученные в результате ранения, могут проявлять себя позже. Как профилактировать пулевые ранения? Так как они получаются обычно вне контроля владельца, обычно это самовыгул, то есть животное находится у нас на самовыгуле, где-то кто-то по нему подстрелял. Единственный верный способ устранить этот самовыгул, то есть или выгул под контролем, или же на территории, которое животное не может самостоятельно покинуть, к примеру, в собственный двор, без возможности выбраться за пределы этого двора. Выгул крупных собак обязательно в наморднике, на поводке. Бывает такое, что собака просто идет с владельцем, потом куда-то убежала, кого-то испугала, ну и, соответственно, на нее выстрелили. Банально от испуга. Человек испугался и ранил вашего животного. Банально от испугался и ранил вашего животного. Продолжение следует...